Итак, в этом видео мы узнаем, что из себя представляет новый скиппи-туалет Титан, какую будущую расу нам стоит ожидать, что за мужик изображён на этой газете, где же всё это время находились фикермены, почему кто-то из них скоро погибнет. Это и много другое в этом видео. Обязательно посмотри видео до конца, чтобы не пропустить ничего интересного. Не забудь про свой лайк, возьми что-нибудь поесть, и погнали смотреть. Всем привет, только что Дафук выпустил 59-ую серию. Так давайте же разберём её. С этим видео получилась интересная история. Если вам интересно это, то добро пожаловать в наш телеграм-канал. Мы, кстати, первые узнали про эту серию. Ладно, давайте начнём наш разбор. Итак, давайте по традиции посмотрим, что оставил Дафук в описании под своим видео. И тут написано «Someone has returned», что переводится как «Кто-то вернулся». И кто же вернулся у нас? А это мы узнаем в конце видео. Итак, вот первые кадры. И что мы тут можем заметить? В углу мы замечаем знакомого камерамена. Тот самый грустный камерамен из 57-ой серии. Если вы хотите знать, почему этот камерамен такой грустный, то можете посмотреть мой последний разбор. Или посмотрите это видео до конца, чтобы узнать его секрет. Перед нами скипиди-туалет, который напал на камерамена. А дальше мы можем заметить секретного агента Дафука. Справа мы ещё встречаем среднего скипиди-туалета. Далее на полу мы можем заметить газету. Давайте увеличим кадр и посмотрим, что же там изображено. Так, давайте же посмотрим на этого персонажа. Этот персонаж мне напоминает на главного героя из DLC GTA 4. Там какой-то байкер был. Не помню, как его зовут. Если знаете, напишите в комментариях. Но на самом деле это не он. Это один из персонажев Дафука. Может быть не все знают, но помимо скипиди-сериала, Дафук раньше делал ещё и другие короткометражки. Это как раз-таки один из этих актёров. Этого скипиди-туалета удаётся уничтожить. Делается это, конечно, смывом. И за это нам камерамен ставит лайк. Вы тоже, пожалуйста, поставьте лайк на это видео. И вдруг что-то взрывается. И что мы тут видим? Это титанский видец. Итак, давайте более подробнее посмотрим на него. И взглянем на его оружие. Итак, сразу же видим лазер. Таких мы ещё вроде не видели. Железный шлем. А также четыре огромных ракеты позади. Ну а снизу маленькие ручки, которыми можно очень хорошо уничтожить камерамена. Ну и на чём он ездит? Мне кажется, что это гусеницы. Вроде на этом всё. И да, позади летят два скипиди-вертолёта. Но их всех взрывают. И кто же это сделал? Камерамен Титан и Спикермен Титан. Посмотрите, как красиво снимает защиту Спикермен Титан. Далее одним ударом просто уничтожает две ракеты. И в конце концов добивает туалета. Посмотрите на этого камерамена. Я только что это увидел. Смотрите, как кипично он стоит и ждёт, пока Спикермен Титан закончит своё дело. Но тут появляется истребитель-скебидист. Он также был уничтожен, но всё-таки он успел выстрелить в Спикермен Титана. Камерамен Титан не стоял, сложа руки. Он засунул все ракеты в рот этому скипиди-туалету. А далее эпично взорвал его. Мы видим, что Спикермен Титан не ранен, а наоборот, уничтожил истребителя-скебидиста. Камерамен показывает Спикермену знак лайка, но не получает ответа, так как Спикермен не знает этого жеста. И что мы тут видим? Возвращение Спикермена! Они наконец-таки вернулись! Так, давайте более подробнее посмотрим на эту сцену. На этих кадрах мы можем заметить обычных Спикерменов и больших. А также сверху мы можем заметить их воздушное транспортное средство. Сверху мы замечаем Спикермена, который флексит, а кто слева с ним, неизвестно. Силуэт напоминает на Тиви Мэна. Возможно, это уже какая-то новая раса. К примеру, Покамен, компьютер Мэны. Насчет локации ничего сказать не могу. Здания очень похожи на европейские. Далее мы видим остальных Спикерменов. Кстати, возможно, Спикермены флексят тогда, когда они побеждают. Также мы видим Камерамена, который ставит лайк Камерамен Титану. Ну и в конце серии два Титана пожимают друг другу руки. Не знаю почему, но... Мне кажется, что в будущих эпизодах кого-то из них уничтожат. Не зря же Дафук показывает, насколько они близки. Ну ладно, давайте теперь вернемся в самое начало. А именно к этому Камерамену. Если вы смотрели мой последний разбор, то вы знаете, почему он такой грустный. А если не смотрели, то посмотрите. А если вы ленивый, то я вам покажу сейчас в этом видео, почему он такой грустный. Я буду показывать несколько кадров. Тут объяснять ничего не нужно. Вы сами все поймете. Ну ладно, давайте посмотрим на эти фото. Да, вот такие дела. Ну что могу сказать? Поскольку давно мы не видели Спикерменов, давайте я немного расскажу про них. Впервые мы заметили Спикермена в 24 серии. Все началось вот с этих кадров. До этого момента Камерамен Титан проиграл битву с Джейменом. После этого Камерамен Титан улучшался в секретной лаборатории. Тем временем Камерамены начали постепенно проигрывать с Кбди Туалетом. И как раз таки тут впервые появляется Спикермен, спасая нас от Скибеди Туалета. Дальше мы замечаем, что Спикермен не один. У них такая же армия, как и у Камераменов. А как мы помним, Камерамены это роботы. В случае повреждения их можно с легкостью починить. Я предполагаю, что Спикермен это такие же роботы. У них очень схожие технологии. Есть обычный Камерамен и обычный Спикермен. Есть большой Камерамен, есть большой Спикермен. И так далее. Летающие аппараты в виде камеры. И многое другое. Ну и самое главное, у них у обеих есть Титан. Но вот тут вы скажете, а как же быть с учеными? Ведь у Камераменов есть ученые. У Спикерменов тоже есть ученые, вот смотрите. Только тут он зараженный. Но все-таки есть одно отличие. Камерамены всегда изобретают новые технологии. К примеру, туалет с камерой. Улучшенный Титан. Антипаразитальная пушка. Новая техника. И так далее. Но я не помню ни одного изобретения Спикерменов. А фишка Спикерменов это их танец. Они флексят. Но это не совсем так. Потому что камерамены в третьем эпизоде также танцевали. И получается, камерамены тоже умеют танцевать. И это еще не все. Даже большие камерамены флексят. Но вот после того, как появились Спикермены, камерамены больше не танцуют. Только показывают жест лайка. В 29 серии мы последний раз видим, когда камерамены и Спикермены танцуют вместе. Но, к сожалению, они тогда все были уничтожены клич туалетом. Кстати, давайте посмотрим на Динамик вертолет. Как я ранее сказал, у камераменов и Спикерменов одинаковые технологии. Но у камераменов не было вертолета. Конечно же, до 52 серии. И тут две теории. Либо камераменам помогли Спикермены, либо камерамены взяли эту технологию с Кибиди вертолетов. У которых, кстати, тоже повторяются технологии. Я об этом, кстати, немного говорил, когда делал разбор джи туалета. Ладно. Остальное можете посмотреть на канале. Но что я могу сказать? Вот такое видео получилось. Если вам понравился разбор, обязательно ставьте лайки. Также не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Также не забудь про наш телеграм-канал. Если хочешь быть в курсе всех новостей, то этот телеграм-канал тебе понадобится. Ну а с вами был Разу. Встретимся в других видеороликах. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok